Каждый второй патрон тоже наш, станкостроительный завод. Это, собственно, стелла города трудовой доблести, как она будет выглядеть по проекту. Один из разработчиков игры, Марина Панкрашова, рассказывает восьмиклассникам 132-й Барнаульской школы, что означают игровые фишки. Ребята первые, кто пробует новую настолку. На игровом поле шесть разделов. Дойти до Нагорного парка, где, собственно, и расположат стеллу города трудовой доблести, можно лишь правильно ответив на исторические вопросы. Об эвакуированных заводах, образовании, культуре, столице края, времен Великой Отечественной. Это, в общем-то, все, чем живет город. То есть, в принципе, если мы встречаем там такой вопрос, сколько составляло граммов хлеба получал рабочий в городе Барнауле, вообще для многих это было открытие, что здесь, в тылу, казалось бы, но тоже хлеб выдавался по определенной норме. И даже вода, потому что тоже этого мало кто знает. Знают действительно мало. Это стало понятно уже после пары вопросов, на которые у восьмиклассников ответов не было. В принципе, интересно, если бы я еще что-то знал из этих вопросов. Некоторые затруднения возникают. Мне она тоже показалась сложной матерью. Именно поэтому в помощь авторы создали методичку с ответами. Чтобы игра была действительно интересной, сначала нужно изучить материал. Кстати, создатели настолько уверены, такая игра должна быть в каждой школе города. На данный момент хотя бы в единственном экземпляре. Уже вот сейчас, посмотрев на то, какие есть вопросы, я вижу, что в преддверии Дня Победы мы можем этот материал использовать в разных классах совершенно, независимо от того, что содержание Великой Отечественной войны, к сожалению, изучается сейчас только в 10 классе. Я считаю, что это должны знать детки, начиная уже, наверное, с 4 и с 5 класса. Мы будем рады получить такие комплекты и использовать их постоянно. В создателе игры говорят, массовое производство пока не запланировано. Если кто-то с этим поможет, скажут спасибо. Но об электронном варианте в виде приложения уже думают. Если школьники и педагоги игру положительно оценят, то ее доработают и улучшат дизайн. К слову, ни в одном городе трудовой доблести ничего подобного не создавалось. Барнаул в этом смысле уникален. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.